так всем привет сегодня я попробую сделать очередной непредвзятый обзор на этот раз ко мне попало устройство от компании bismac это новый rx так называемый gen 3 вот так вот это устройство выглядит очень конечно интересно и она очень все красиво переходящие вниз крышки конечно все будет лапаться но в целом насколько круто он сидит в руке я просто в восторге я назову этот rx убийцей всех предыдущих rx of потому что если вдруг у кого-то на складе остались предшественники rx 200s rx 2 3 им подобные или просто rx 200 это вот это устройство своим выходом и тем что она идет в одной абсолютно ценовой линейке со всеми своими предшественниками она просто без шансов может все эти устройства оставить навсегда лежать на складе просто одним своим внешним видом ну а теперь давайте более подробно посмотрим на то что это такое и какое оно бывает в данной конфигурации это называется цвет серый вот так вот он будет выглядеть серый цвет еще есть черный он чисто черный он как такой дорогой черный mercedes у него черная крышка черная панель черный экран он весь такой фантом на стелсовый ничего не понятно и есть еще вот один у меня тоже сейчас я покажу это называется brown типа компания висмек позиционирует его как коричневый как он комплектуется как обычно всякие сертификаты ненужные книжка в коробке лежит и собственно кабель зарядки кабеля достаточно качественные ну хотя назвать их супер кабелями нельзя но я думаю все мы прекрасно знаем что заряжать устройство на три аккумулятора в самих устройствах как бы не рекомендуется поэтому кабель здесь более опциональная штука потому что у всех этих кабелей дома хватает и так я рассматриваю эти два цвета как позитивно красивые устройства потому что как этот такой бронзоватый так и этот сероватый абсолютно просто бомбовые их просто приятно держать в руках и так ну давайте более подробно теперь уже перейдем к обзору самого устройства что это такое с чем его едят так сказать сейчас я тут насобираю аккумуляторов по сусекам я вижу они почти у меня заряженные сейчас заберу в один rx поставим три соньки я все-таки позиционирую что здесь должны стоять аккумуляторы не меньше внутри характерные наклейки имеются не знаю поймает ли камера не поймает ли сейчас попробую наехать туда светосилой на крышке нарисовано чем должно быть вверх и внизу на дне нарисовано чем должно быть вниз и так минусом на минус минусом на минус плюсом на плюс соответственно и здесь плюс плюс минус все закрываем и по-бам мод включается сразу на термоконтроле никель у нас мы видим на дисплее довольно информативный дисплей показывает power его 300 ватт выставлены для такого режима термоконтроля три аккумулятора сейчас к слову попробуем вставить сразу же один аккумулятор незаряженный и посмотреть насколько балансир правильно реагирует на недозаряженный аккумулятор в связке будет ли он его позиционировать как аккумулятор и так мы видим что каждый аккумулятор он показывает в отдельности сейчас и это очень очень круто что он видит каждый аккумулятор со своим уровнем заряда ладно с этим делом мы играться не будем это все проверено уже посмотрели на этом можно его закрывать и так вот он включается это устройство только что досталось коробки она не делала еще ни одной затяжки по счетчику видно сразу перейдем в режим более практичный вот три нажатия и можно изменить режимы на повар я думаю что режим power это самый ходовой широко используемый режим другие режимы вообще в принципе я считаю ущербными они не нужны всякие термоконтроли и тому подобное здесь видно хорошие широкие развитые пропилы через которые видно какие аккумуляторы внутри установлены также это является газоотводящими каналами они же вентиляционные каналы также имеются газоотводящие каналы на нижней крышке что мы видим сверху я вижу что компания висмек наконец-то переделала свой коннектор и теперь это совершенно другой коннектор взамен у того всеми не полюбившегося коннектора который просто был плавающим на rx 300 на rx 2 3 на rx 200 с и тому подобное видно компания их закупила в свое время очень много и все хотела их выработать как-то и вот уже с новой генерацией с генерацией rx gen 3 все-таки мы видим наконец-то они исправили эту ошибку и сделали правильный коннектор что вам сказать по поводу этого устройства но очень круто просто очень круто и у многих людей заходящих ко мне в магазин возникает прямо вопрос оно работает на таких же аккумуляторах как и старый rx к слову старый rx против rx ген 3 это у меня 23 а это ген 3 я думаю всем очевидно становится понятно что ген 3 действительно очень миниатюрный вот он размерами ну давайте я приложу к нему аккумулятор и откинем нижнюю крышку и станет вот так вот понятно какая это манюнечка вот почему у людей возникает вопрос на каких аккумуляторах он работает потому что он манюнечка он размерами как аккумулятор и даже у всех вопрос как как туда во внутрь три аккумулятора вот таких вот 8 650 помещаются если там еще есть и корпус а еще есть и коннектор прошу вас заметить коннектор без преуменьшения прямо между аккумуляторами установлен он явно установлен прямо между ними потому что потому что иначе его туда никак не могли вставить прямо бомбовая штука я не буду здесь сейчас устраивать обзоры типа какой вес бряцает не бряцает ничего здесь не бряцает сделано это очень очень круто если вы рассматриваете мод на три аккумулятора то среди того что я сейчас держал в руках ближайшее время фучай дуо днашные оплаты всякие ipower и qc200 и им подобные то вот это вот это это просто огонь я к слову хожу с днашкой это мой рабочий мод это тереон 166 он же в кавычках 167 по факту это моя рабочая плата я хожу с ним каждый день он у меня валяется в сумке он всегда вот тут у меня есть поцарапанный потому что он там с ключами кувыркается я не из тех людей кто там бережно целует в задницу свои устройства и чтобы нигде там не царапнуть и тому подобное вещь это должна быть практичная я думаю что в ближайшее время ко мне придут кожаные чехлы мне их шьют на заказ в ателье я вам покажу как это бомбезная игрушка будет смотреться в еще и в кожаном чехле с какой-нибудь крутой тесьмой и строчкой красного цвета нам делают на заказ чехлы из немецкой кожи из которой шьют рули на дорогие тачки поэтому моды в этой коже вообще преображаются из того чего бы мне здесь хотелось видеть мне бы хотелось все таки чтобы компания висмек в следующих своих моделях выпустила все таки площадку коннектора вот такую вот независимую потому что баки не имеют свойства царапать сам мод они елозят площадочка всегда там на одну десятую миллиметра выступает над модом и как бы баки елозят только по этой площадке не нанося ущерба вот этой вот краски и и все таки вот такой вот цельный коннектор он мне кажется был бы правильнее в плане изоляции самого устройства от подтеканий потому что бак когда находится со стороны кнопки а здесь его никак иначе реализовать не позволяла сама модель форм-фактора и нельзя коннектор было переставить на эту сторону потому что здесь аккумуляторы я уже показал едва ли помещаются поэтому коннектор мог быть только здесь насколько изолирована вот это вот стекло от подтекания жидкости это конечно большой большой вопрос но я думаю компания висмек все-таки о чем-то здесь как джейбо как обычно постарался свой логотип нанес на кнопочку подтекает ли коннектор тоже мне интересно но это может показать только практика к сожалению только практика когда мне вдруг такое случится но я надеюсь конечно что этого не будет попадет на ремонт такая игрушка и я его раскручу я думаю что разбирается он предельно просто скорее всего выкручиваются шурупы здесь и скорее всего такие же имеются и внизу вот они до снимается вот это полностью вся крышка можно будет разобрать и посмотреть насколько герметично все-таки исполнен этот коннектор ну а так в целом такой беглый обзор сделав уже есть я думаю не один обзор в интернете по поводу того что это устройство маленькое том что это я даже мне кто-то из тут уже из клиентов заходил и говорил что он видел какой-то обзор в котором говорится что устройство греется любое устройство любое без исключения греется и не важно что это вот у меня terion на плате dna 250 это устройство даже при не сильно критических мощностях вот буквально на вот такой вот скромненькой на моточке если я буду парить то оно тоже греется без преуменьшения греются все моды иначе быть не может и это хорошо что корпус греется устройство должно греться оно тем самым отводит тепло от силовых транзисторов которые выполняют роль выключателей в данных регуляторов напряжения все реализуется через транзисторы и чем лучше теплоотдача от этих транзисторов передана на корпус чем лучше корпус отдает тепло вашим рукам тем меньше вероятность того что силовые схемы и схемотехника будет претерпевать какие-то поломки и изменения вследствие перегрева так что учитывая миниатюрность этого устройства и то что оно становится теплой от того что им пользуются мне кажется это только его плюс значит все в нем реализовано правильно значит производитель не поленился и поставил все таки все на термопасту так как это и задумывалось потому что изначально к примеру в rx-ах схемы воровались с лост вейпа с дна и разбирая rx и видно где производитель в дна изначально в триаде к примеру планировал прислонять силовые элементы которые имеют свойство греться к платье приклеивая их на специальный термосиликон который передает тепло но компания гиквейп ой гиквейп компания висмек выпуская rx и почему-то пренебрегла этим моментом и все теплоотводящие силовые элементы не приклеены были корпусу я не знаю я сгоревших плат видел немного вас а преобладающие большинство полетели по причине залива и тому подобное ну в общем какое мое заключение выполнено это очень очень круто купил бы я себе такое устройство бесспорно я бы купил себе такой рэксачок я бы даже сейчас не смотрел в сторону rx 200s и там каких-то его более старших братьев вот это очень очень годно я бы так назвал во первых по оформлению во вторых по форм-фактору как это круто лежит в руке это просто бомба он ложится на мизинчик и самым низом подушечки большого пальца вы будете нажимать на кнопку придерживая бак потому что она действительно миниатюрное очень крутое устройство и так я думаю на этом стоит и закончить этот обзор если у вас возникнут какие-то вопросы более узконаправленные вы можете создать мне их в комментариях под этим видео комментарии я в принципе открыт для них я всегда готов поделиться какими-то наработками или какими-то знаниями если вдруг у вас возникли какие-то вопросы я постараюсь на них ответить на этом я думаю стоит это видео завершать и если оно вам понравилось и было вам полезно не поленитесь поставить мне лайк я снимаю все эти видео только для вас и никаких к там коммерческих интересов я не преследую все сугубо ознакомительных целях итак ставьте лайк подписывайтесь на мой канал я буду стараться делать такие непредвзятые обзоры на все устройства которые проходят через мои руки и подписывайтесь на мой канал ставьте лайк на этом все у меня до скорой встречи пока